Графики функций y равно a x квадрат плюс n и y равно a умноженное на x минус m в квадрате. Рассмотрим некоторые частные случаи квадратичной функции. Первый случай. Выясним, что представляет собой график функции y равно 1 третье x квадрат плюс 4. Для этого в одной системе координат построим графики функции y равно 1 третье x квадрат и y равно 1 третье x квадрат плюс 4. Составим таблицу значений функции y равно 1 третье x квадрат. Построим по заданным точкам график функции. Чтобы получить таблицу значений функции y равно 1 третье x квадрат плюс 4 при тех же значениях аргумента, следует к найденным значениям функции y равно 1 третье x квадрат прибавить 4. Составим таблицу значений для графика функции y равен 1 третье x квадрат плюс 4. Построим по указанным координатам точки и соединим их плавной линией. Получим график функции y равно 1 третье x квадрат плюс 4. Легко понять, что график функции y равен 1 третье x квадрат плюс 4 можно получить из графика функции y равно 1 третье x квадрат с помощью параллельного переноса на 4 единицы вверх вдоль оси y. Таким образом, график функции y равно x квадрат плюс n является параболой, которая получается из графика функции y равно x квадрат с помощью параллельного переноса вдоль оси y на модуль n единиц вверх, если n больше нуля, или вниз, если n меньше нуля. Второй случай. Рассмотрим функцию y равно 1 третье квадрата разности чисел x и 6 и построим ее график. Построим таблицу значений функции y равно 1 третье x квадрат. Укажем полученные точки на координатной плоскости и соединим плавной линией. Теперь составим таблицу значений для функции y равно 1 третье квадрата разности чисел x и 6. По указанным точкам построим график функции. Заметно, что каждая точка второго графика получается из соответствующей точки первого графика с помощью параллельного переноса на 6 единиц вдоль оси x. График функции y равно a умноженное на квадрат разности x и m является параболой, которую можно получить из графика функции y равно a x квадрат с помощью параллельного переноса вдоль оси x на модуль m единиц влево, если m больше нуля, или на модуль m единиц вправо, если m меньше нуля. Рассмотрим теперь график функции y равно 1 третье умножить на квадрат разности x и 2 плюс 5. Ее график можно получить из графика функции y равно 1 третье x квадрат с помощью двух параллельных переносов, сдвига параболы вправо на 2 единицы и вверх на 5 единиц. При этом производить параллельные переносы можно в любом порядке. Сначала выполнить вдоль оси x, а затем вдоль оси y или наоборот. Но почему при добавлении к функции числа n ее график перемещается на модуль n единиц вверх, если n больше нуля, или вниз, если n меньше нуля, а при добавлении числа m к аргументу функция перемещается на модуль m единиц вправо, если m меньше нуля, или влево, если m больше нуля. Рассмотрим первый случай. Пусть требуется построить график функции y равно f от x плюс n. Заметим, что ординаты этого графика для всех значений аргумента на n единиц больше соответствующих ординат графика y равно f от x при положительном n и на n единиц меньше при отрицательном n. Следовательно, график функции y равно f от x плюс n можно получить параллельным переносом вдоль оси ординат графика функции y равно f от x на модуль n единиц вверх, если n больше нуля, и на модуль n единиц вниз, если n меньше нуля. Пусть требуется построить график функции y равно f от суммы x и m. Рассмотрим функцию y равно f от x, которая в некоторой точке x равной x первая, принимает значение y первая, равная f от x первая. Очевидно, что функция y равно f от суммы x и m примет такое же значение в точке x второе, координата которой определяется из равенства x второе плюс m равно x первое, то есть x второе равно x первое минус m. Причем рассматриваемое равенство справедливо для всех значений x из области определения функции. Следовательно, график функции может быть получен параллельным перемещением графика функции y равно f от x вдоль оси абсцисс на модуль m единиц влево, если m больше нуля, и на модуль m вправо, если m меньше нуля. Параллельное перемещение графика функции вдоль оси x на m единиц эквивалентно переносу оси y на столько же единиц, но в противоположную сторону. При вращении параболы вокруг ее оси получается фигура, которую называют параболоидом. Если внутреннюю поверхность параболоида сделать зеркальной и направить на нее пучок лучей параллельных оси симметрии параболы, то отраженные лучи соберутся в точке, которую называют фокусом. В то же время, если источник света поместить в фокусе, то отраженные от зеркальной поверхности параболоида лучи окажутся параллельными и не рассеиваются. Первое свойство позволяет получить в фокусе параболоида высокую температуру. Согласно легенде, это свойство использовал древнегреческий ученый Архимед. При защите Сиракуз в войне против римлян он построил систему параболических зеркал, которая позволила сфокусировать отраженные солнечные лучи на кораблях римлян. В результате температура в фокусе параболических зеркал оказалась настолько высокой, что на кораблях вспыхнул пожар, и они сгорели. Также это свойство используется при изготовлении параболических антенн. Второе свойство используется при изготовлении прожекторов и автомобильных фар.